Планетарные цивилизации Но для построения конкретной реальности нужно определиться, какая она будет, согласовать ее во всех деталях друг с другом и создать мгновение ока своей мыслью. Но, конечно же, это невозможно будет сделать, пока мы будем верить в то, что мы – это мешок с костями, наполненный красной жидкостью под названием кровь. Нет у нас ни почек, ни сердца, ни кишок. Есть только миры внутри нас и мысли, которые нам не принадлежат. Мы не можем думать. Все, что в нас рождается, мы берем из единого поля – Вселенной. Мысли, идеи, желания. Сами мы можем только научиться осознанно пользоваться теми или иными желаниями, мыслями и идеями. Поэтому все открытия, все произведения искусства, все внешние формы – это уже существующие вещи в едином поле Вселенной. Мы только способны брать то или иное из безграничного хранилища. Идея бессмертия – это то, за чем все всегда охотились. И вот мы дожили до такого времени, когда каждый может стать бессмертным. Для этого нужно лишь одно – отбросить ложные теории о старости и о материальности нас и всего мира. Мы должны научиться помогать друг другу в становлении нас не как кусков плоти, которое состоит из различных химических элементов, а как бессмертных богов, внутри которых есть все. Единственная цель духовного существа, то есть бессмертного бога – это помощь другим в их становлении бессмертными богами. Если же наши устремления направлены на нас самих, то такое существо очень скоро превращается в материалиста, а значит в низшую свою проекцию. Каждый может стать осознанным. Самый простой способ – это просто не спать. Уже на сегодняшний день я сплю 2-3 часа в сутки, но это не предел. Я чувствую, что я могу вообще не спать. Таким образом ломается матричное восприятие действительности, и человек переходит на иной уровень развития. Все мои мысли на сегодняшний день сбываются в той или иной форме. И поэтому я сконцентрировал свой мысленный взор на создании цивилизации осознанных творцов-созидателей под стать нашим древним предкам. Таким как Один, Сварог, Перун. До квантового скачка осталось совсем немного. Посему, если вместо того, чтобы ныть, какие мы все несчастные, как всех нас обманывают жиды или мировое правительство, надо сконцентрироваться на построении нового. Создайте каждый в подробностях картину своего идеального мира, и она воплотится очень скоро. Человечество запуталось в словах и понятиях, и потеряло понимание сути вещей. Как ни назови идею, она повторяет предыдущую. Чем, к примеру, монархия отличается от демократии? Чем отличается капитализм от коммунизма? Все это общие понятия, а суть у них одна. Верхушка вне закона и имеет привилегии. А низы — это толпа, не имеющая права, с которой можно делать что угодно. Я же предлагаю прямое подключение к единому энергоинформационному полю Вселенной. И если будет так, то каждый будет обладать знаниями Творца Вселенной. А Творцам нечего делить между собой. Они просто творят и помогают своим творениям эволюционировать. Кроме того, человек, осознавший себя бессмертным или, правильнее сказать, безмерным, не имеющим мер, теряет страх смерти. Поэтому никого нельзя будет ни к чему принудить. Все будет совершаться в новом обществе по доброй воле. Бросьте свои сомнения и начинайте уже менять законы нашей реальности. К примеру, можно сделать так, чтобы все смогли летать, творить добро мысленно, снимать блоки у друг друга, помогая открывать сознание и сердце. Вариантов развития неограниченное количество. Но надо помнить, если осознанный станет тратить бесценный дар на материализацию денег, то он в первую очередь материализует себя не как Бога, а как гроб с костями. То есть, творец, который начинает использовать свой дар на создание иллюзии, теряет этот дар. Так как, создавая своей верой материальность мира, он подписывается под тем, что в этом мире нет места чудесам. А теперь небольшое отступление, необходимое для большего понимания устройства мира и нас в нем. Вам оно, наверное, покажется весьма фантастичным. Но это правда, как и все вышесказанное. Как вы думаете, что такое так называемые духовные тела, которых, надо сказать, неограниченное количество? У меня есть объяснение, которое повернет вас в шок. Сны, как я говорил, это реальности. А духовные тела, это наши тела в этих реальностях. Допустим, засыпая, мы попадаем в астрал. Астральное тело в астральном мире – это то же, что физическое тело в физическом мире. Или ментальное тело в ментальном мире. Физическое тело – это самая низшая наша проекция. Все остальные – выше. Поэтому через сон мы способны дойти до самой высокой нашей проекции. То есть проснуться верховным богом всех богов. То есть ощутить себя единым полем Вселенной. Или единым творцом, находящимся во всех проекциях одновременно. Так же мы через осознанность в явном мире и во сне можем научиться одновременно бодрствовать и спать. По сути, это просто переключение сознания. Наше сознание управляемо. И мы способны достичь такого уровня, когда мы сможем наяву осознавать себя во всех своих проекциях. Первый шаг в сторону осознанной жизни и духовного пути лежит в вере и в желании помогать другим на пути духовного восхождения по золотому пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok